Даяние Соответственно, как мы должны давать Также о мотивах нашего даяния То есть о том, почему мы даем И сегодня мы поговорим о том, сколько давать Для начала откроем Евангелие от Марка Главу 12 И прочитаем стихи 41 по 44 И сел Иисус против сокровищницы И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу Многие богатые клали много Придя же одна бедная вдова Положила две лепты Что составляет кадрант Подозвав учеников своих Иисус сказал им Истинно говорю вам Что эта бедная вдова положила больше всех Клавших сокровищницу Ибо все клали от избытка своего А она от скудости своей Положила все, что имела Все пропитание свое Сокровищница была при храме И Марк пишет, что многие богатые люди клали много Тот, кто видел, сколько они клали Мог подумать, какие большие пожертвования Какие щедрые люди Как они любят своего бога и его храм И вполне возможно, они были бы совершенно правы Однако Ишуа обратил внимание на пожертвование бедной вдовы Которая положила всего две лепты И это было намного меньше, чем положил любой из тех богатых Тем не менее, Ишуа Сказал, что она положила больше всех Почему? Потому что богатые, говорит он, клали от избытка своего У них был избыток У них было много И они могли пожертвовать большие деньги Безо всякого ущерба для себя Вдоважа положила все, что имела Кстати, а что она имела? Ишуа добавляет Все пропитание свое Все, что у нее было Это вот эти две лепты На которые она могла купить еду На еще один день жизни И она отдала их богу Вот на нее-то Ишуа и обратил внимание своих учеников В чем это говорит? Это говорит о том, что бог оценивает размер наших пожертвований Не так, как мы Я кладу в корзину Примерно собрание общины Или даю кому-то лично 200, 300 или 500 шекелей Думаю, это немало На эти деньги можно купить то-то и то-то Оплатить такие-то счета И действительно, да, для общины, может быть Или для человека, которому я даю эту сумму Возможно, она вполне ощутима Но много я поджертвовал Или мало Дав эти 200 или 300 Или 500 шекелей В глазах бога Это совсем другой вопрос Потому что бог, по-видимому Из этой истории мы понимаем Что он смотрит не просто на сумму Которую я отдал Но и на то, сколько я оставил себе Любимому Другими словами, бог учитывает также процент От моих доходов Который я даю И, кстати, коль уж мы заговорили о том Сколько я даю в процентном отношении Позвольте сказать пару слов о десятине Десятины бывают темой довольно чувствительной Дело в том, что во многих мессианских общинах И христианских церквях О ней говорится, как о том абсолютном минимуме Который бог ожидает от нас Почему? Потому что она принадлежит богу Она принадлежит ему И не дать ее означает Обкрадывать бога Обосновывается это, как правило Отрывком из третьей главы Книги пророка Малахии Который мы сейчас с вами услышим Малахия, третья глава, стих седьмой С одни отцов ваших Вы отступили от уставов моих И не соблюдаете их Обратитесь ко мне И я обращусь к вам Говорит Господь Славов Вы скажете, как нам обратиться Можно ли человеку обкрадывать Бога А вы обкрадываете меня Скажете, чем? Мы обкрадываем тебя Десятиной и приношением Проклятием вы прокляты Потому что вы, весь народ Обкрадываете меня Принесите все десятины В дом хранилища Чтобы в доме моем была пища И хотя в этом испытайте меня Говорит Господь Славов Не открою ли я для вас Отверстий небесных И не изолью ли на вас Благословения до избытка Я для вас запрещу пожирающим Истреблять у вас плоды земные И виноградные лоза на поле Не лишиться плодов своих Говорит Господь Саваоф И блаженными называть будут вас Все народы Потому что вы будете Землею вожделенным Говорит Господь Саваоф Эти слова Которые мы с вами сейчас прочитали Из книги пророка Малахи В свою очередь опираются На Синайский завет Который постановляет Что благословение Является результатом Соблюдения заповедей Тары А проклятие Результатом Несоблюдения этих заповедей И если эти слова Слышит Человек Действительно верующий То есть Всем сердцем Желающий Исполнять волю Божью То реакция на них Бывает разная Одни верят С радостью Дают Десятину То есть Десять процентов Своего дохода И ни о чем Не беспокоиться Другие дают Но через силу То есть Борются С внутренним протестом Потому что С одной стороны Согласно этих слов Вроде бы Надо Давать Да еще и с радостью В Новом Завете Написано Что доброходно Дающего Любит Бог А с другой стороны Им как-то Нерадостно Почему Нерадостно То ли Как в народе говорят Жаба Душит То ли Реально жить тяжело Цены высокие А зарплаты И пенсии маленькие И так Еле Сводишь Концы с концами А тут еще Выясняется Что надо Отдать Десять процентов От того Что есть И в любом случае Может быть Такой человек Дает Эту десятину Но он дает Ее как лямку Тянет То есть без радости Третий Верит Что десятина Это воля Божья Но из-за этого Самого внутреннего протеста Они все-таки Не дают ее И тем самым Они идут против Своей совести То есть Грешат А кроме этого Возможно Также Еще живут в страхе Боятся Божьего проклятия Я спокоен За тех Кто дает Десятину с верой И неподдельной Настоящей радостью Но меня беспокоит Состояние тех верующих Которые дают Из чувства долга Или даже Из страха Быть проклятыми И при этом Причиняют Финансовый ущерб Себе Своей семье А также Третья группа людей То есть Те которые верят Что десятина Является Обязательным Так сказать Церковным Или общинным Налогом Но уклоняются От этого налога И по этой причине Не могут иметь Чистую совесть Перед Богом Я бы назвал Эту третью группу людей Группой риска Потому что Жить с грехом На совести Это очень опасно Мы не знаем Когда Господь Заберет нас К себе Если мы привыкаем Жить с нечистой совестью Мы можем просто-напросто Лишиться Спасения Как я понимаю И уйти из жизни В этом опаснейшем Состоянии Опасней этого На мой взгляд Нет ничего в жизни Уйти Отсюда В вечность Запятанной Совестью И поэтому я хочу сказать То что думаю о десятине Еще раз повторюсь Что это мое личное мнение И когда мне задают вопрос Должны ли мы Давать десятину Я говорю так На ваш вопрос Нет Правильного ответа Потому что сам вопрос Неправильный Объясню Почему Если бы мы жили во временах храма То ответ на вопрос Должен ли я давать десятину Был бы однозначное Да Конечно при условии Что этот вопрос задает еврей Десятина как заповедь Была дана в основном Для того Чтобы Куаним То есть священники Могли исполнять Своё служение Сначала Это было в мешкане То есть в скине А потом в храме Хотя не только для этого Если вы читаете Тару внимательно И найдете все стихи Которые говорят О десятине Там будет довольно сложная Картина В которой мы сейчас Не будем углубляться Но по большому счету Картина именно такова Десятина Это часть Синайской Тары Данной Израилю Исключительно Народу Израиля Я подчеркиваю Псалмах написано Не сделал он того Никакому другому народу Богу Когда он дал Свою Тару Через Моисея И таким образом До тех пор Пока в Иерусалиме Стоял храм То есть до 70-го года Нашей эры Заповедь о Таре Простите Заповедь Тары О десятине Была для евреев Актуальна И потому Ишуа также Обличая фарисеев Говорит такие слова Горе вам Книжники и фарисеи Лицемеры Что даете десятину Смяты Аниса И Тмина И оставили важнейшее В законе суд Милость И веру Сие надлежало делать И того Не оставлять Это Матфея 23 Глава 23 То есть Ишуа укоряет Фарисеев Не за то Что они давали Десятину А за пренебрежение Гораздо Более важным Заповедем Тары А десятине же Он говорит Сие надлежало Делать Десятина Это часть Тары Храм стоит Правильно делаете Что даете Десятину Другими словами Говорит Ишуа Фарисея До Синая Десятина встречается В Таре Встречается дважды И оба раза В книге Берешит То есть В книге Бытие Первый раз В главе 14 Авраам дает Милхиседеку Десятую часть Своих трофеев Второй раз В главе 28 Яков Обещает Богу Возвращать ему Десятую часть Всех своих Доходов В знак Благодарности За благословение Завета И кстати Почему Яков Взял на себя Такой обет И исполнял ли он Его Мы не знаем Потому что Тара об этом Ничего не говорит Но в принципе Чисто технически Так сказать Да Можно Сказать Что десятина Упоминается И до Закона Однако Если быть точно То нужно сказать Что Авраам Дал десятину По-видимому Лишь однажды в жизни Да и то Не от всего Своего имущества А только От лучших добыч Как написано В седьмой главе Послания к евреям В новом завете То есть Нигде в Берешит Бог Не дал ему Заповедь Регулярно Отчислять Десятую часть Своих доходов В таком случае Можно задать вопрос А почему Авраам Тогда дал Десятину От своих военных Трофеев Мы не знаем Этого Потому что В писании Об этом Ничего не сказано Однако известно Что в древних Языческих культурах Среди которых Он Жил И жили наши Прадцы Был обычай Посвящать Определенную часть Трофеев То есть Того что было Добыто На войне Того что захватили Победив врага Посвящать Определенную часть Этой Добычи Богам Знак благодарности За Победу И Поэтому Вполне вероятно Что Авраам Не имея никаких Прямых указаний От Бога На этот счет Сделал то Что делали Окружавшие его Язычники И конечно Ничего плохого В этом поступке Не было Это был знак Благодарности Но я подчеркиваю У нас нет Оснований Говорить о том Что дав В тот раз Десятину Авраам Исполнил Заповедь Которую Дал ему Бог Заповедь Прописанная Черным по белому Появляется Только после Исхода Следующий вопрос А изменилось Ли что-то После смерти И воскресения Ишуа В отношении Десятины Для первых Мессианских Евреев Храм Продолжал Оставаться Очень важным Местом В книге Деяний Мы читаем О том Что они Каждый день Собирались Там В храме Они ходили Туда молиться В установленные Часы В третьей главе Вы можете Прочитать О том Как Петр И Иоанн Идут в храм В час молитвы Вместе В шестой главе Деяний Написано Что очень Многие Из священников Из Куаним Покорились В вере Куаним Это люди Которые Служили В храме В двадцать первой Главе Яков Апостол Яков Показывает Шаулю Апостолу Павлу Тысячи Уверовавших Евреев Которые Как он говорит Остаются Ревнителями Закона То есть Ревнителями Моисеевой Тары И о чем Это говорит Все это говорит О том Что хотя Смысл Жертвы Ишуа Был для них Наверняка Совершенно Ясен Они продолжали Соблюдать Заповеди Тары И конечно В том числе Вероятно И заповедь О Десятине Однако Мы не видим Чтобы Во-первых Мы не видим Чтобы они Этому учили Неевреев То есть Язычников Которые Обращались К вере В Ишуа Наоборот В пятнадцатой Главе Книги Деяний Мы читаем О решениях Собора Постановившего Что Неевреи Верующие В Мессию Ишуа Не обязаны Исполнять Тару То есть Становиться Евреями Не обязаны Исполнять Тару Во всей Ее полноте Им было Дано Всего Несколько Заповедей Среди Которых Десятина Не упоминается И в Семидесятом Году Храм Как мы С вами Знаем Был Разрушен Второй Храм И соответственно Так же И для Мессианских Евреев Вместе С этим Храмовая Десятина Стала Неактуальна Потому что Храм Перестал Существовать И Наконец О благословении И проклятии Бог Всегда Благословляет Послушание И только Послушание Этот принцип Остается неизменным На протяжении Всего Писания От Первой Его Книги Книги Бытия Книги Берешит До последней Книги Откровения Но вопрос Который Я хочу Задать Послушание Чему В Синайском Завете Это было Послушание Таре Которую Моше Получил Для народа Израиля Десятина Часть Синайской Тары Дашь 10% Будешь Благословлен Дашь Меньше Или не Дашь Вообще Будешь Проклят Это то О чем Говорит В полном Соответствии Старой Пророк Малахи Но что В Новом Завете В Новом Завете От нас Ожидается Послушание Как Написанному Слову Бога Так И Святому Духу Живущему В нас Но как Это работает На практике Давайте Увидим Это На примере Молитвы Ишон Не сказал Сколько Времени В день Мы Должны Молиться И тем самым Предоставил Нам полную Свободу Самостоятельно Решать Как Часто И как Подолгу Молиться Как Мы Решаем Это В личных Отношениях С Богом Которые Есть У каждого Из нас Благодаря Святому Духу Эти отношения Очень Индивидуальны То есть Один человек К примеру Недавно Уверовавший Молится Возможно Очень коротко Раз в день Например Несколько минут Другой Имеет Особый Дар Молитвенника И молится Часами Третий Может быть Человек Который Вырос В верующей Семье Или Человек Который Ходит С Богом Уже Какое-то Время Возможно Молится 20-30 минут В день И просит У Бога Большей благодати Чтобы знать Его ближе И соответственно Общаться Глубже И дольше А теперь Скажите мне Такую вещь Что важнее В жизни Верующего человека Ежедневная молитва Или Еженедельное Пожертвование Разумеется Молитва Но если нам С вами Предоставлена В наиважнейшем Вопросе Таком как Молитва Свобода То удивительно Ли Что Ни в Евангелиях Ни в апостольских Посланиях Нет Никаких Жестких Инструкций Которые Навели бы Поголовно Так сказать Уравниловку В вопросе О пожертвованиях Свобода Это то что мы имеем В Новом Завете Это что-то Прекрасное И драгоценное И мы должны следить за тем Чтобы не потерять ее И не подвергнуться Как пишет Шауль Игу Рабства Однако Есть и другая опасность О которой Писание нас Также Предупреждает В послании Галатам Шауль говорит К свободе Призваны вы Братья Только бы Свобода ваша Не была поводом К угождению Плоти Это 5 глава Стих 13 То есть мы свободны Не для того Чтобы делать Что нам вздумается Ни в коем случае Мы получили свободу Но для чего Для того Чтобы служить Богу Под его благодатью И силой его духа Что касается молитвы Эта свобода Например Совсем не означает Что можно жить Не молясь И при этом быть верующим Человеком Наоборот Молитва которой Господь научил Своих учеников Начинающиеся со слов Отче наш Что она говорит Хлеб наш Насущный Дай нам На сей день И тем самым Она предполагает Что этой молитвой Мы будем молиться По утрам Более-менее Каждое утро Конечно Не для галочки А из-за сознания Своей нужды В Боге И его нужды В нас Шауль Также в своих посланиях Призывает нас Неоднократно Он говорит Будьте постоянные В молитве То есть не ленивые Не дисциплинированные А постоянные И соответственно Вопрос А как же Теперь Тот же самый принцип Свободы Личных Взаимоотношений С Богом Под его благодатью Применим К вопросам О пожертвованиях Об этом В нашей Следующей программе Спасибо Оставайтесь с нами Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин